В сентябре 1942 года я оказался на севере, на войне. Сделал несколько вылетов. Вылеты в основном мне мало запомнились. Это ординарные вылеты на разведку, на ледовую разведку. Иногда мы искали в самом начале нашей деятельности, это конец 1942 года, остатки транспортов знаменитого конвоя ПК-17. Это тоже на нас возлагалась эта задача. Но это было, так сказать, мое начало. Затем меня переучили и направили в 9-й гвардейской миноторпедной полку. Так я стал торпедоносцем по должности, но они еще не по призванию и не по подготовке. Что такое торпедоносец? Что такое торпедная атака? Трудно сейчас, мне кажется, вообще представить, что это такое. Две разновидности торпеды, высотная и низкая. В основном я бросал низкие торпеды. Низкую торпеду надо сбросить на высоте 25 метров. Отклонение по высоте плюс-минус 5 метров. А у нас радиолокационного высотомера не было, значит, нужна тренировка взгляда, определение высоты. По скорости то же самое. Строго ограничено плюс-минус 10 километров в час. Так что режим полета стройки. Мало этого, еще идет прицеливание всем самолетом. Значит, самолет должен идти точно туда, куда вы бросаете. Дистанции сброса торпеды нам определяли. 600-800, не дали 1000 метров. Хотя торпеда могла идти и больше. Но с этой дистанции ни один корабль, ни транспорт тем более, уклониться любым маневром, если торпеда сброшена точно, правильно, не может. А одной торпеды достаточно для любого транспорта тех военных времен и военных кораблей, то есть минца включительно. Это очень высокое оружие. Вероятность попадания нашей была около 0,9 по тому времени. Поэтому я всегда говорил, это шла дуэльная борьба. Либо я потоплю транспорт, если я сброшу правильно торпеду. Либо меня собьют. А вот здесь и сложность была. Для того, чтобы сбросить торпеду, надо выдержать очень строгий режим, как я уже сказал, по высоте и скорости. Но мало этого. Надо, чтобы это были погашены все неустановившиеся движения самолета и ускорения его. Торпеда управляется волчком, гироскопом. И по закону волчка, если она сброшена в момент неустановившегося движения, крена, ускорения, рыскания, торпеда уходит с курса. Значит, это строго прямолинейный полет перед самым сбросом. А дистанция, это 600-800 метров, я сказал, это на уровне кораблей охранения. Это бьют по нас прицельно. И враг это знал. Это шла дуэль. Стреляли все, как я иногда говорил, по нас все, что может. Шутя. Главный калибр от 75 и выше бил по воде, ставил водяные столбы высотой 25-30 метров. Задача либо меня сбить с курса, если торпеда сброшена, сбить с курса торпеду. Меньший калибр бил шрапнелью на моей высоте. А все остальное, малокалиберные артиллерии, пулеметы, это били трассирующими пулями. Если сейчас вот вспоминаю, это феерическая картина. Представьте себе, горизонт развечен серпантинами светящихся трасс, которые тянутся к вам, пересекают ваш курс. Вот впереди шапки черных разрывов шрапнелей, в кабине пахнет дымом, потому что идешь через них, а вода кипит. По-настоящему кипит от опадающих водяных столбов, от падающих шрапнелей, осколков снаряда. Вот сквозь этот, как говорят заслоны, протирается тропедоносец. Вот почему среднее количество вылетов на одного торпедоносца у нас было 2-3. На этом сбивали. Редко кто выходил больше. Вот так Слава Балашова больше 10, я имею больше 10, и другие товарищи, это все герои Советского Союза. Вот что такое торпедная атака, вот как в нее нужно было идти. И здесь, конечно, координация движения, летное мастерство очень большое. И, конечно, первую атаку я не боялся за свою технику пилотирования, я улетал уже не первый год, летал на разведку, летал над морем, все это мне было знакомо. Но вот как выдержать режим, я страшно боялся. И первая атака, это была атака зачарованного летчика, который ничего не видел, кроме своего транспорта, который он выбрал, который убежал от своей группы вперед. Вот так вот, и боясь что-то напортачить, не так сделать, все время спрашивал стрелка-радиста, а где ведущий? Он торпеду сбросил? Он торпеду сбросил? И вот только после того, как он сбросил торпеду, сбросил и я свою торпеду. Шел я прямолинейно, никакого маневра. Как меня не сбили, видимо, случайно. Что из себя представляло вообще так? И я сейчас уже сказал, не могу повторить. Но зато вторая атака, я помню, помню хорошо. Она была подготовлена. Ибо торпедная атака начинается не в воздухе, не даже с подъема самолета с аэродрома. Для нас она начиналась с переходов в дежурство в землянках. Мы лежали и ждали вылета. Где-то в штабах решали задачу, когда нас поднять, как пойдет конвой, где, в какой точке его надо атаковать. Да и противник, гитлеровцы тоже решали, как им быть, потому что они всегда знали, что их будут атаковывать в том районе, где мы достаем их. И они иногда ускоряли, и нам приходилось спешить. А иногда они заводили конвои в фиорды, в бухточки. И вот там тогда нам приходилось ждать. Это тяжелая, напряженная обстановка. И вот мне помогало, видимо, то, что я прорабатывал свою торпедную атаку заново. И вот вторично, когда я лежал в этом дежурстве, находился, я начал крутить. А как же противозенитный маневр сделать? Я его сделал. Решил теоретически вначале. Разогнать самолет, а потом на сверхмалой высоте идя, а потом приподнять самолет выше, убрать моторы. То есть резко сбавить скорость. А если я еще чуть поведу самолет в сторону выбранного, назначенного транспорта, цели, довернуть, я этим самым и угловое, и скоростное движение свое изменяю. Так вот во второй атаке точно так и получилось. Я пришел без единой царапины снова. Снова был потоплен транспорт, счет увеличился. Так вот мы сидели и ждали не один раз. Вот иногда меня спрашивают, было ли страшно. Ну, я всегда отвечаю так. Не страшно только человеку, который ничего не понимает, или он не совсем в своем уме. Потому что он не может разобраться обстановке и не может понять. Тем более у торпедоносца. Я не раз себя ловил на мысли. Когда мы ходили группами, кто-то из нас не вернется. Потому что я на своем веку знаю только две торпедные атаки без потерь. Все остальные это большие потери. Иногда очень большие потери. Поэтому сказать, что на меня это не воздействовало, на мою психику, на мое настроение, это будет неправильно. Но у нас было еще одно. Мы ненавидели фашистов. Вот иногда говорят, злость появляется. Нет, это не то слово. Злиться может быть даже и на товарищей можно. На фашистов нельзя злиться. Мы их ненавидели. И поэтому мы понимали, что наша задача уничтожить их. Уничтожать их. Топить их.